привет всем добрый вечер надеюсь вам понравилась экскурсия была конечно очень короткая нужно было концентрироваться и на воде и на лодке и на камере я все-таки посмотрела на карту что амстердам не 40 километров это по воздуху по дороге это 150 километров я так подумала ну 150 километров этот они 500 в общем еду в амстердам завтра на работу на 10 главное на работу успеть а я думаю успеем сейчас кстати остановилась на какой-то заправке это около 100 километров еще от амстердама посмотрим опять шоколад что что такое тяжелый смотрите какой она правильно молоток еще тяжелый и черный есть посмотрите какой размер но молоток просто настоящий поэтому он и такой тяжелый прелесть просто это типичный голландский стиль так в общем как я уже и сказала все таки еду в амстердам тридцать восемь мой зеват и маль со своей милой попутчицей да вот такое вот у нас путешествие да и у нас еще и у нас еще 34 минуты это примерно 38 километров я конечно очень надеялась что получится это все увидеть днем потому что я знаю что ночью тоже сто процентов красиво но я не уверена передаст ли все это камера хотя с другой стороны это же все таки столица там скорее всего все в подсветке все так вот ярко поэтому я настроена очень позитивно километрам линкс хайты афти а 1 я настроена позитивно что я хочу я хочу взять тур для туристов и если получится на двухэтажном автобусе проехаться по центру где все везде все рассказывают в общем одним махом все это увидите потом когда времени будет больше еще раз сюда вернуться потому что мне кажется если сам будешь ходить то это слишком долго а вот если а вот если например взять этот двухэтажный автобус это всегда очень интересно и видишь намного больше чем когда сам ищешь но и тем более нам сегодня еще нужно вернуться все-таки в германию потому что вот все уже вижу амстердам табличка потому что завтра все-таки понедельник есть линкс хайты да здесь манера вождения немножко другая это наверное то что нам вообще непривычно хотя дороги таблички разметка хорошим как хорошим предыдущие кома ахт километра для штыки фурум байта фольги но манера вождения у других отличаются наверно так в каждой стране что у нас здесь еще рядом пока ничего пока просто автобан пока ничего интересного в общем до скорого амстердам встречай так ну а мы уже практически кажется подъезжаем вот три три четыре километра до центра так показывает навигация с левой стороны я к сожалению не успела нажать на кнопку такие красивые небоскребы были чем-то прям америка напомнила что ли ой как красиво и 500 метров века так что здесь стоит Слева, я не знаю вам видно или не видно. Небоскрёбы просто. Значит, сейчас перед нами какое-то кольцо, мы от него уходим направо и это 2 с чем-то километра до центра. В следующем 2,4 километре до центра. Следующий же 2,4 километре до центра. Лоренка, еще 2 минуты, здесь какое-то интересное, хорошо? Лоренка, еще 2 минуты, здесь еще есть интересное... Чем-то похож этот туннель на подводную лодку. Нет, мне все-таки кажется, что вот эта старинная часть города, она осталась за нами, поэтому... Вот где-то там историческая часть, но ее еще нужно найти. И парковку нужно тоже найти. Так, наконец-то нашла где-то. Ну, мои впечатления, честно скажу, это я вот только нашла парковку, я на все это смотрю ночью. Я под такими впечатлениями обязательно нужно сюда приехать с ночевкой и, может, даже в пятницу, с пятницы по воскресенье здесь остаться, потому что город очень красивый. Весь на воде, абсолютно. Так, это у нас что за королева? Прочитать не могу. И так много мостов вот таких с подсветкой. Везде, везде видны эти мостики. Весь город на воде. Кстати, там по дороге в центр пришлось немножечко с маршрута сойти и заехала в какой-то, не знаю, что это, то ли какие-то, ну, какой-то, то ли курорт. Вот честно скажу, я не поняла, что это, я не поняла, там люди действительно так живут. Вот, если это не какие-то квартиры под сдачу, то это, наверное, это, наверное, есть рай на земле. Так, что там? Все на великах, классно. Мне кажется, вообще здесь нужно велосипед арендовать и на велосипеде ездить и все смотреть. Вот это чувство, когда ты приезжаешь в какой-то город первый раз, оно потом не повторяется. Вот я по себе заметила. Потому что самый первый раз вот эти все впечатления, так подумать, да, сколько в мире всего есть интересного. Как здесь красиво, здесь такие красивые фонари, лепмина, водичка, мостики. Я очень надеюсь, что камера это все передаст. Так, на сто процентов сюда днем приедем. Сто пятьдесят процентов. Витражи, это что, церковь какая-то? Нет, это не церковь. Ну да, конечно, до девятнадцати ноль ноль. А я уже размечтала из голландского сыра с собой привезти. Какую дверь себе хочу. Красиво. Что это такое? А здесь тоже любят натуральный камень, да? Да. Все украшения из натурального камня. Так. Это с айнебрюка. Айнебрюка. Подмост, который поднимается. Да, Линкс, из-за шеи. Чем-то даже Париж напоминает. Да. Линкс. как красиво красивый отель мой стиль так я видела что если вот пойти по этой улице потом свернуть налево то там то ли церковь или что-то там есть что-то красивое по-немецки брифен письма здесь бри окна большие так понимаю это все отели здесь так красиво посмотрите повара видно как он это все готовит а здесь окна прям как в сказке но опять таки вот такие окна мне чем-то тогда напоминают америка интересный стиль впечатление зашкаливает да все таки правильно это улица где только отели шик в лес красота вижу перед собой собор так мне здесь все больше и больше нравится жалко только что магазины так рано закрываются 7 вечера да в принципе для такого города это рано сейчас например уже полдесятого сейчас например уже полдесятого так вот так вот посмотрите там кто-то живет кто-то камин распалил так интересно как интересно я почему-то думала что здесь все открыто намного дольше хотя бы до 9 я хотела взять билет на двухэтажный автобус сейчас это был декор как это все знают и вот как бы сразу все посмотреть сделать какой-то фур для туристов да здесь все закрыто я посмотрела в интернете в принципе никакой информации не дают опять мой дом опять мой дом номер 9 встретила немцев ну услышала немецкий язык говорю скажите пожалуйста где здесь центр они говорят вы в центре говорю хорошо замечательно что здесь можно посмотреть ой красиво но почему же это закрыто посмотрите это настоящие цветы на потолке почему это все так рано закрыто я бы здесь уже сошла с ума это луковицы тюльпанов и потолок в этом цветочном магазине сделан из цветов не видно темно не видно в общем я спросила у немцев что здесь можно посмотреть я сегодня уезжаю обратно буквально здесь на полчаса но может час они говорят идите вот в эту сторону в противоположную сторону улица красных фонарей но на улицу красных фонарей я в этот раз не пойду я шучу просто они они меня не впустят такое что-то наподобие есть гамбург я вам уже рассказывала но туда женщин не впускают хотя интересно было бы один раз на это посмотреть а это все эти сувенирные магазины для туристов вот сколько раз было в нидерландах первый раз вижу такие вещи честно вам скажу то есть понятно да все в общем это вот все это с коноплей все эти дела кошмар даже носки но не только нас я так понимаю что с правой стороны вот где граффити это все открыто здесь продаются сувениры и цветы с левой стороны это больше как отели но опять таки все что касается сувениров это все закрыто все магазины вообще абсолютно закрыты интересный город тем более зная тем более зная историю все что здесь разрешено не пойми его так идешь по центру не поймешь и куда вообще зайдешь а вот наверно музыка все я поняла это как в брюсселе улица со всеми ресторанами ой ведьма малышка говорит мама там есть ведьма все-таки здесь все-таки здесь тоже есть ведьма сейчас мне напишут сначала писали дети с тобой живут а сейчас напишут ты куда ребенка привела ха-ха-ха так понятно амстердам умеет веселиться эта улица не ресторанов это улица клубов для как же это сказать какая красота а а а а а а Я не знаю, как ты? Да, дарлинг! Как ты? Хорошая? Горде, дарлинг! Что ты? Меня зовут Скайла. Меня зовут Галина. Галина. Где ты? Украина. Я speak немного русского, но это близко к украински. Но это очень плохие слова. У тебя есть глаза. Сиски мой. Я знаю. Вы очень красиво. Спасибо. Она так красивая. Доброе утро, дарлинг! Я все. Ну правда красивая. Не дать не взять. Говорит, я немножко могу говорить по-русски, но это слова... Ну вы же, говорит, это поймете. Но громко сказать не могу, потому что вы не одна с ребенком. Так, я теперь поняла, что это была за улица. Это была не улица ресторанов и кафе. Это была улица клубов с трансвеститами. И, ну в общем, вы видели разноцветный флаг. Вы сами понимаете, что это значит, да? Так, переходим внимательно на дорогу. Я вот за что обожаю трансвеститов, только не судите строго. Они такие приветливые. Спрашиваешь, фотку можно сделать? Вот. Видео можно сделать? Делай что хочешь. Ха-ха-ха. Давай, кататься. Велосипедисты, конечно, здесь ездят так, что, честно говоря, смотришь на здание, любуешься архичком. Турой либо по сторонам, просто видишь что-то интересное и боишься, чтобы тебя просто не сбили. Куда хочешь? Бюна. Сейчас найдем Бюна. Так. Что у нас? Что здесь? Нет, туда я не хочу. Нет, туда я точно не хочу. А то еще... Что у нас здесь? Это так маленький домик. Посмотри, маленький домик какой. Посмотри, какой он узкий, этот домик. Что это за домик такой? А как они там живут? Посмотрите. Дом какой. В виде утюга. Фрэши, кофе. Так, идем. Сейчас минуточку поправим нашу камеру. Сидишь, Лорен? Да. дети это конечно такого рода манипулятора вы понимаете вы наверное такую песню знаете да бери меня на руки либо я буду плакать как же здесь красивенько но лучше взять с собой чем если где-то забыть правда может здесь кофе попить точно попьем здесь кофе автозавт нашли место где приземлиться все в огоньках жизнь бьет ключом садись но здесь конечно точно не соскучишься очень маленькая очень уютное итальянское заведение здесь мы попьем кофе и уже пойдем за машиной чтобы медленно ехать домой и и Дай ручку.